Давайте попробуйте еще. Переклад. 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 И вот такая круговерка, потом кто-то все-таки второе в прием, судья говорит икон, или партнер сдается. Правильно? Вот здесь то же самое. Вы все молодцы. И сейчас хочу попросить Семеновского партнера, который мне вот все понравились. Все. Даже я сам себе понравился. Ну вот Семен и партнер как зовут? А? Мушер. Семен Мушер. Давайте посмотрим, как они делают вот это упражнение. Хорошо. 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 Очень и очень хорошо. А теперь поменяем с уровнями, кто у нас будет. Да, давай. Так, все дело. Теперь разнервничал. Ладно, сейчас страшно. Хорошо. Молодцы. Все молодцы. Итак, я хочу вас всех поблагодарить за то, что вы уделили внимание тем упражнения, которые я вам показал. Сейчас хочу вас попросить также уделить внимание Владиславу, который вам показывает следующее упражнение, которое также, возможно, вам уже интересно, сможете использовать тренировочные действия для саморазвития и хорошего настроения. Спасибо. 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 Спасибо большое. Спасибо. 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 Согнули. Согнули. Переместили. Опустили. Выпринимите помощь. Согнули. И за ногу. И за ногу. И за ногу. И за ногу. Получилось третье. Просто. От просунули. Мозду. Хорошо. Следующее упражнение. Ребята. Не приходило. Но сделаем. Я третье рукава. Мы краску поменяли. Вытрясти. Как будто мячика. Это руки расслабились. Моги расслабились. И теперь также упражнение для коленей. И герамией. Мы покажем. То есть через раз. Раз. Как стрякнули. Как градусник стрякнули. Но я не знаю. Сейчас постоим. То вот так. Раз. И через раз. И тогда если как только натяжение в колене. Вы в лоб лучше убираете. Хорошо. Все сделали. Встали. Только красиво. Я у вас уже научил. Я надеюсь. Действительно. Здесь не надо. На половине. Забежьте. Это значит. Чук. Должны будут перебежать. Просто мгновенно. Хорошо. Тренировка. Смотрим что ли. Я и крык заморочил. И так. Наконец. Туда. Попробовали. Как вы идёте. Как же себе помазать. Ну что угодно. Тренировка. Или в колонну позже. Востой. И на калибре. Ставьте. 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 И попробуем собираем. Молодцы. Теперь мы делаем через грудь, а матер, размородок. Делаем себе? Делаешь, да? Теперь попробуем на коленях. Но только аккуратненько играть. Попробуем. Через грудь выпьем и через спину выпьем. Делали сегодня через грудь? Ну, стой. И через спину. Попробуем. Молодцы. Да ладно, закончили. Стали, когда у нас вообще будет красиво. И все туда пришли. Стали. 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 И надо, чтобы никакая часть тела у вас хвост не торчал. Хвост я берегу. Ну, условно. Вот пятый. Здесь, если кто-нибудь... Буду броски делать. Нет, не буду бросать. Но если у меня будет что-то торчать, надо все спрятать. Все спрятать. И мы ножку поднимаем, и она не остается, хвост у нас. И каждый связывается. Опускаем, поднимаем, а отвертимаем. И что у нас сзади? Сейчас. Сзади у нас уже не остается. Все убираем. Связываем. Раз. Ему легко. Дверг раз. Дверг раз. Дверг раз. Дверг раз. Дверг раз. Я спорю, я не говорю. Я спорю. Три колония. О, молодец. Я спорю. Я спорю на страницу. О, молодец. Ставим. Он не может заняться. Три колонии. Поднимай. Три колонии. О, молодец. Теперь назад. Выждите. Нож пододвинут, переставим и подставим, раз, и как с конситом надо, колено, раз, раз, и руки можете тоже делать, правая, левая, ноги на пальчик, а то подъем и сожжем, ноги на пальчик, а то подъем и сожжем. Отлично, сейчас надо, чтобы отдохнуть, и вы включаете по самому, если вы просто что-то отдохнули, чтобы ноги не удержали. Смотрите, я вас начинал вставать, но вы же спортсмены, вам пока кровь кипит, вам надо быстро вставать, то есть можно руки раз, все что делаете? Давайте будем свободно по самому забрать, и сами ваше. Можете серьезно даже попричать. Только сами не спугайтесь своего ребёнка. Можете не так быстро вставать. Сидите. Можете записать все нормально. Хорошо. Молодцы, туда включили. Если я у вас получила, значит, мы бежали. О-о-о. Да. Так будет красиво. Хотя бы сегодня порадуйте меня. Красиво. Теперь мы научились ходить вперед, ходить назад. Вперед. Через грудь. Через спину. Понятно? Так. Через грудь. Если я подставил, колено надо ставить. Други коленки. Субтитры сделал DimaTorzok. Други коленки. Други коленки. Субтитры сделал DimaTorzok. Друга коленки. Друга коленки. Друга коленки. Продолжение следует... 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 Ну так хочется, спасли, не хочется сейчас. Аплодисменты. 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 Красиво! 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 Все, молодцы! Не устали? Нет? Нет! А сейчас я хочу... Спасибо Владиславу! Сказали, да? Спасибо вам! Сейчас я хочу пригласить Андрея. Андрей. Андрей Майсов, витератор Львов. Он вам расскажет свою историю. Вы послушите. И, возможно, это будет тоже вам полезно. История касается, да? Все мы знаем, что иногда бывает в нашем мире сколько травм. Ну, моя история такая. У меня... Левого колена нет. Там не количество процентов. Правое колено подберемо несколько раз. Только там. Слабовато не надо. Звоночник слов. Ребята, ты толкнул свою руку. Все это спортивные травмы. Ну и что делать? Уходить из спорта. Не ходит в душу. Все же вы знаете фразу бороться до конца, да? Что имеется в виду? Первый смысл в этой фразе, да? Бороться до конца в складке. Ты вышел на складку и соревновали ее. Сначала, чтобы он не заладился, бороться до конца. Это первый смысл в этой фразе. Но он есть более глубокий. Более емкий смысл этой фразы, который вам хватает на всю человеческую жизнь. Это зарушена философия дзюдо. Все вы ее знаете. Ваши тренера. Они у вас замечательные. Вам с ними очень повезло. Значит, надо бороться всю жизнь. Бороться всю жизнь. И никогда не терять все тот стержень, который вам здесь, в вашей секции, вложили вашему самому. Бороться. Вот. А как им ходить в экспорт, а? В соревновательном ведет оцениваются только броски. Броски, они всем известны. Они, как отче нашим. Техника исполнения броска должна быть без флоризмы. Почему она должна быть без флоризм? Во-первых, для квалификации вашей. Во-вторых, когда вы своего бассета, не обладая техникой, хотите бросить по что бы то и стало, да? И не зная техники движения, начинаете его ломать, то вероятность того, что вы его травмируете, очень великата. Ваш товарищ, ваш партнер из-за того, что вы не знаете техники бросковой, может получить травму. только лишь потому, что вы плохо слушали своих учителей, и плохо, и плохо занимались здесь, на татане. Ну, короче говоря, если вы просто упадете на в течение схватки на соревнованиях, да? Ну, такой оценки не будет. Оценок дается за бросок. Зная технику броска, можно чуть ли не изменить какие-то движения. Мне это нужно, потому что я не могу работать полноценным коллегами, я эти идеи корпусом искусим. Да? В результате я совершаю тот корпус, который оценит. Но для этого надо обладать техникой. Вы знаете, что это хорошо? Я к тому, что вся ваша внимательность и исполнительность в тренировке потом нас выявляет. И здесь. И чтобы остаться на соревновательном процессе, я придумал, можно сказать, не думал, какой бросок, да? Будет придумал вот так. Что в нем такого, да? Из-за колен, это не для модификации броска, судьбовом, что ты желаете и тело его знает, да? Я не могу это сделать из-за колен. Поэтому я вспомню, какое движение. Роман сегодня говорил о движении назад. Оно должно быть уверенным. Абсолютно уверенным. И завершением, завершением, бросок завершается во каким-то пробегам. Простая вещь. Раздушек и полочек бросок, да? Противник его прием на меня, чтобы убрать. Все вы знаете, что бремя как бывает, да? Вот это, по сыну, для броска. Или я сам тащу его назад. Это тоже, по сыну, для броска. Само благосковое движение, оно состоится таким. Вы все, конечно, знаете, вам все это каждый день говорили, но повторение, оно обещает. Почему? Потому что или нет. Скорее никогда не мог. Разворот. Вроде зерновесия. Вот это движение. Вот это движение. Вы его должны направлять полудиогонами. Никуда. Не на себе. А вот так. Прямо стоящий лицо поставить его на одну ногу не туда, а поставить на одну ногу в эту сторону. Развернули в эту сторону. Развернули в эту сторону. Развернули в эту сторону. Прости назад. Ни туда. Он отставит ногу еще на глаз. Ваш линии подиагонали. Направляем. В эту сторону. Подиагонали. Для этого работают руки. Поднимаем. 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 Это обмышение. Это очень важно. Потому что прямое перемещение туда-сюда и нападание на катание. Это отсутствие всякой кихи. А когда вы квалифицированно работаете и воздействует на листья, вот он ваш. Цикл вам ваш. Он не может ничего сделать. Вот. Еще один. Бросок. Нога. Вот как бы. Нога. Либо он пошел на меня, а я пошел. А я пошел сам. И мы на это движение используем. На движение мы. Арбуз на дорогу. И арбуз на дорогу. Любой бросок фактически. Любой. Бросок. Залежал. 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 Продумывание самостоятельно. Можно закончить. Выкороны на себя. Любовь. Если есть желание. Если есть внимательность. к тому, что вам дают лейдер и просто с тобой чувство концентрации вы знаете, что вся икония бывает в нескольких видах то фактически любой бросок можно на вершину с этим бросением если быть сконцентрированным и не понимаете теперь смотрите фактик когда вы соревнуетесь сейчас есть такое я не знаю что ли какие настроения когда глядя на взрослых думают себе я в стойке сделаю красивый бросок красиво ему исполнили технично это важно и выиграли тем самым ну, чисто такая пацанская юношеская психология вашего возраста на соревнованиях бывают разные ситуации вас перевели в плату а вы там ничего сделать не можете и ваш соперник который в стойке вам проиграл мы его неудачно перевели в плату поэтому обращение к парке должно быть очень внимательным на соревнование высочайшего класса